Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Сегодня у нас в гостях руководитель московского МСО Александр Дурнов. Некоторое время назад Дмитрий Медведев, видимо изучив определенную статистику, сказал, что криминогенная ситуация в России не соответствует ожиданиям населения, имея в виду прежде всего неоправданные надежды на тот самый разящий справедливый меч правосудия. Горожане, уверенные, что вор должен сидеть в тюрьме, тем не менее сами дают поводы для регулярных, банальных и кровавых ЧП, в результате которых редко обходится без жертв. Старый русский принцип «Моя хата с краю» только добавляет работы следователям и криминалистам. Там смирились, тут умолчали, сюда не совались. А ходим-то под одним небом. Александр Сергеевич, недавно было итоговое совещание, которое показало, что, в общем-то, есть какие-то тенденции. В каких-то МСО меньше стало преступлений, в каких-то больше. Что у вас? По нашему следственному отделу отмечается рост преступности, как и в целом по Рязанской области. За прошедшие полугодия рост общей преступности отмечается увеличением на 13,4 преступления. Это на территории Московской, Советского района, которые входят в зону оперативного обслуживания. Это какие-то тяжелые случаи? Я понимаю, не кража, не угон, а именно серьезные преступления. В том числе и так, но, наверное, хотелось бы отметить, что данный рост, данное увеличение обусловлено тем, что выявляется больше многоэпизодных преступлений. И в этом плане можно сказать, что тенденция намечается, наверное, и к дальнейшему продолжению. Из чего такой вывод сделан? Давайте поподробнее тогда, если уже есть такое мнение. Интересно послушать, чего, может быть, бояться, может быть, опасаться, может быть, к чему-то готовиться, когда мы выходим на улицу, особенно в темное время суток. Есть уголовное дело по факту серии разбойных нападений на центры микрофинансирования «Быстро деньги». Есть и уголовные дела о многоэпизодных преступлениях, которые не связаны с насильственными действиями, а относятся к коррупционной категории. В текущем году уже возбуждено 10 уголовных дел о совершении коммерческих подкупов техническим интернетом, которые проводила технико-диагностическое исследование автомобилей. Возбуждено 6 уголовных дел о получении взяток преподавателям строительного колледжа. Поэтому бояться вечерами, наверное, не стоит каких-то нападений, но в целом тенденция такая есть. — Не хочу спровоцировать ни на тот ответ, может быть, спрошу немножко рисковато, но, как правило, мы привыкли к тому, что поступаем ли мы куда-то, всегда надо где-то что-то заплатить. Это есть, это действительно есть. Я не говорю, что взятки абсолютно везде. Но есть какие-то профилактические меры, в том числе и с преподавателями? Может быть, ваши сотрудники работают? — Мы работаем даже не с преподавателями, а с руководством учебных заведений. Но, тем не менее, такое проявление, и жить, наверное, будет тяжело. Ну, к этому ведется вся работа. — А кто к вам обращается? Те, кому что-то подарили, скажем так, в виде денежной какой-то суммы, или наоборот? — Нет, обращаются студенты, которые, скажем так, устали от того, что предвзятые отношения со стороны преподавателей не позволяют им нормально учиться, не позволяют объективно оценивать их знания. И здесь уже, скажем так, они оказываются в углу и вынуждены давать деньги. — Как сейчас работают ваши сотрудники? Я знаю, что это в большинстве случаев молодые достаточно ребята. Есть ли у них сейчас перспектива, может быть, какое-то хорошее оборудование? С чем они работают? — Ну, безусловно, техника не стоит на месте. Используются более качественные аудио-видео, средства фиксации. Используем возможности лингвистических экспертиз. Не останавливаясь на этом, привлекаем психологов, которые позволяют нам уже доказать виновность взятка получателя, либо того, кто дает взятку. Процесс получения либо дачи, он становится более завуалированным. И здесь уже нет таких случаев, когда люди приходят и конкретно говорят о том, что я хочу дать либо получить за какие-то определенные действия, свои бездействия. — Может быть, какие-то примеры есть яркие? Не обязательно о взятках, именно последние, о которых, может быть, мы еще не слышали, а, может быть, просто поподробнее о них расскажете. — Рассказать можно было бы об одном из законченных производством уголовных дел в текущем году. Это дело об 11 эпизодах преступной деятельности бывшего главного инспектора гостехнадзора по городу Рязани. В настоящее время он осужден. — Всегда очень горько и грустно делать какие-то репортажи, когда в них фигурируют дети, тем более в качестве потерпевших. Как тенденция здесь? Есть ли преступления против детей, в частности, против их неприкосновенности? — В настоящее время подследственность наша такова, что мы расследуем все уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. В текущем году закончено 4 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. Был случай, связанный с гибелью 4-летнего мальчика в Солочинском доме-интернате. — В большинстве случаев дети из обычных хороших семей или там, где внимания им все-таки не хватает, где они больше сами себе предоставлены, гуляют без присмотра? — Наверное, да. Можно и так сказать. — Вы за кадром сказали интересную вещь. Оказывается, москитная сетка достаточно опасная, да? Давайте поподробнее. Что родителям-то делать? Как? От пластиковых окон отказаться? — Лето, жара. Здесь как раз и происходят такие вот трагические случаи, когда дети, облокотившись на эту москитную сетку, выпадают из окон. — Я так понимаю, есть какой-то пример. Давайте сразу к делу тогда. — По одному случаю в текущем году зарегистрировано падение детей на территории Московского и Советского районов. В Московском случае с летальным исходом с 9 этажа. Выпал 4-летний ребенок в советском, скажем так, менее тяжкими последствиями. Получил серьезную травму, но остался жив. — Могли бы вы дать какой-то совет нашим телезрителям, особенно молодежи, которые любят гулять по вечерам? Я вижу сейчас патрули, которые есть по улице, наблюдаю за тем, что периодически все-таки присматривают за нашими дворами. Но, тем не менее, может быть, у вас есть свой совет? Не делать чего-то или не ходить в определенных местах? — Отмечу, наверное, может быть, не совсем связанный с вашим вопросом. Факт такой, что все уголовные дела, возбужденные в текущем году об убийствах, о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего наступление и смерти, все эти преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, очевидно, увидев какую-то пьяную компанию на улице, лучше не приближаться, лучше обойти стороной. — Перспективы. Вот ваши коллеги на итоговом совещании не раз сказали, что оно даст почву для дальнейшей проработки каких-то важных моментов, вопросов, может быть, чего-то не доглядели, может быть, просто в ногу со временем. — Вопрос профилактики, он остро стоит по всем уголовным делам, расследуемым нами. Есть, скажем так, те механизмы, которые помогли бы сократить количество совершенных преступлений, в том числе больше внимания со стороны того же участкового, соседей. — Вы хотите сказать, этого сейчас не хватает или что? — В настоящее время при, скажем так, улучшении качества проводимой работы на данном направлении, я думаю, дало бы это положительный эффект. — Есть какой-то телефон горячей линии для тех же соседей, которые не хотят, скажем так, светиться, не хотят, чтобы их имена где-то фигурировали, а вот по-тихому, скажем так, сообщить, что не все в порядке в какой-то из квартиры? — Ну, здесь, я думаю, каждому нужно знать самого ближайшего к нему представителя правоохранительных органов этого участкового, и в ходе доверительной беседы, я думаю, можно урегулировать очень многие вопросы. Страшнее всего не действие, а равнодушие. Если хоть один откажет во взятке или обратит внимание на чужого ребенка в компании с подозрительной личностью, в городе уже будет спокойнее. Это была программа «Семь минут». Берегите себя. Продолжение следует...